В последнюю рабочую неделю уходящего года глава администрации Александр Кузьмичев на пресс-конференции подвел итоги своей работы. И первое, да и, пожалуй, самое главное, в 2012-м в городе повысилась рождаемость. Мы прогнозируем по итогам года рост рождаемости населения на 7,7%. Сокращается убыль населения, смертность сократилась на 3,3%. Как посчитали статисты, у ивановцев не только детей стало больше, но и денег в кошельках. За этот год ежемесячная зарплата выросла на 15% и составляет более 20 тысяч рублей. Безработица в областном центре – проблема тоже не самая большая. Вакансий в разы больше, чем соискателей. Правда, никто не уточнил, что свободные рабочие места наверняка не самые презентабельные. У нас положительный динамик по снижению количества безработных граждан. Было 0,8% на начало 2012 года. Сейчас эта цифра понизилась до 0,6%. Официально зарегистрированы безработными – 1300 человек. А вот вакансии, которые в центре занятий только прилагаются, у нас более 6,5 тысяч вакансий. Также глава администрации рассказал о начале масштабной реконструкции честных сооружений в местечке Богданиха. Стоимость работ – почти 600 миллионов рублей. И завершено это будет только в 2014 году. В 2013-м закончат реконструкцию Куконковых и Кохомского шоссе. 710 метров этой транспортной развязки было отремонтировано в этом году. Изменения в схеме дорожного движения особенно жарко обсуждали с этим летом. Глава администрации заверил, что нынешняя организация движения наиболее безопасная. Кардинальных перемен ждать не стоит. А вот корректировки, пожалуй, будут. Есть предложения по организации иной схемы движения на улице Багаева. Есть также прорабатывается вопрос об оптимизации сигнала светофоров, которые находятся на самом проспекте Ленина и Почтовой. Кроме того, в 2014 году в городе появится единый центр управления светофорами. Регулировать движения будут в зависимости от потребностей автомобилистов в разное время суток. Интересовали журналистов и дела житейские. Например, как глава администрации празднует Новый год. Выяснилось, что вполне традиционно в семейном кругу. Гуляем по городу, смотрим и радуемся тому, что на протяжении последних нескольких лет количество лиц, находящихся в сильной степени алкогольного опьянения на улице города, новогодняя ночь сокращается. Это, наверное, радуется. Больше это радует нас. Будем надеяться, что и в этот Новый год ивановцы не горчат главу администрации. И самые пьяные на елку в город не пойдут. Останутся спать дома.